ребята всем здравствуйте с вами штребух расхититель помойки как вы думаете что можно купить за 5000 рублей вот если бы у вас было 5000 напишите в комментариях чтобы вы купили может быть спиннер царский какой-то супер крутой или может если у вас есть детки детскую коляску ну или еще можно взять вот я думаю велосипед за 5000 но нет моем случае не велосипед я за 5000 куплю знаете что вот это знакомьтесь это к за 5k с металлоприемки данный автомобиль купил мой друг димон на металлоприемки за 5000 рублей ребят когда он приехал на этой тачке я просто охренел я не ожидал что можно купить аку которая стоит между прочим на авито минимум 20000 это ушатанная в хлам здесь же мы имеем автомобиль за 5000 рублей полностью на ходу даже с этим автомобилем на металлоприемки ему дали стс и птс в комплект к этой тачке я просто охренел и как вы думаете что с ней не так почему она стоит так дешево ответ на этот вопрос прост люди просто и сдали на металл и не хотели париться заниматься и и как вы думаете что не так с этой тачкой ведь стоит она всего лишь 5000 рублей да он по сути и купил по цене металлолома я вам скажу так у этой машины есть самое главное это три проблемы первая проблема это гнилось наружу порог но внутри он полностью целый это чисто так все отлетает тут но это просто снаружи все внутри то все целое металл прочный второй существенный минус это дырявый бензобак но дима решил эту проблему путем установления в салон баклажки с бензином эта баклажка выполняет роль бензобака ну а третий косяк будет вот здесь как открыть то капот не держится потому что прогнили петли которые держат капот вот одна из них здесь лежит данные петли нужно просто приварить капоту и тогда капот будет держаться ну и четвертый косяк это то что если на этой машине вы попадете в дтп то это уже будет смерть сто процентов ну и все на этом косяки заканчиваются теперь идут одни плюсы за 5000 рублей мы получаем полностью живой мотор на два цилиндра два цилиндра что тут еще рассказать фары стоят 33 лошадиные силы плюс здесь абсолютно живые стаканы они даже не гнилые есть незначительные коррозии но это в принципе не критично металл очень крепкий стакан не переваривался как и этот как этот я считаю это плюсом а еще здесь не было изначально аккумулятора ну потому что металлоприемщики его сдали нахер на металл димону пришлось докупить новый аккумулятор также он здесь поменял свечи и еще и ремень героям он поменял он здесь абсолютно новый кстати после замены ремня грм она прям реально начала валить то есть она реально ребят едет 33 лошадки в принципе нормально для такого автомобиля такие автомобили выдавались инвалидам малоимущим семьям вот кто прошел афганистан заработал кучу медалей и государство его решила вот так добить и подарить такую машину чтоб он дальше как бы воевал уже здесь в поле с этой машиной мы этой тачке сделали уже небольшой тюнин путем установки данного значка данный значок вы не увидите даже на бэнкли это лимитированный оскар который дается разработчикам данного автомобиля и здесь даже стоит спереди так как это передний приводный автомобиль зимние покрышки а сзади правда летний ну ничего страшного тормоза здесь работают есть даже зеркало заднего вида правда она настолько маленькая что тут я не увидишь но если постараться что-то в принципе увидеть можно больше всего меня удивило знаете что это вот что здесь установлены кресла от девятки ребят они очень мягкие вы просто я сюда сажусь и как на диване сижу мне очень удобно рулят здесь находится крутится вот машина кстати это весит всего лишь 600 килограмм это очень мало при моем росте метр восемьдесят четыре мои ноги как вы видите упираются просто в руль чтоб не ехать мне придется их вот так расставить но в этом тоже есть минус во что правая нога перекрывает рычаг управления передачами а еще здесь педали очень близко друг другу расположены с моим 44 размером ноги я могу одновременно жать на все три педали я думаю это не очень классно в дороге не особо кайфово будет не безопасно эту машину кстати недавно пытались угнать в общем изначально припарковали мы ее в одно место приходим туда ее там нет и слава богу мы ее обнаружили уже в другом месте из нее тогда украли старый аккумулятор также раздолбали личинку зажигания украли падлы с багажника напитки которые мы нашли в помойке там лимонад пепси колу хорошо что хоть салон не насрали и не обоссались и духи так что мы очень счастливы нам жизнь дала второй шанс я думал этот обзор не выйдет но как видите нашлась тачка это очень прекрасно в этой машине даже есть подогрев заднего стекла я просто охеревший здесь даже есть пимпочка омывайки а еще братва димон сюда установил неплохую музыку здесь установлено два динамика здесь он установил магнитолу от бренда и сиви ну хуй да найдешь бренд называется магнитолог к это урезанная маленькая но она работает типа музыку можно слушать кажется сабвуфера тут нет репет очень сильно но можно и при желании музыку слушать я думаю круче звук у этого машину устанавливать нет смысла а еще по салону из машины были сняты задние два сидения чтобы увеличить объем багажника так что багажник тут теперь большой но всего лишь есть одно посадочное место для пассажира это конечно не особо классно данный стакан видно кто-то подваривал здесь латки стоят но самое классное то что здесь вот видите все черное какой-то херней смазано то есть машиной кто-то следил как вы думаете что это за бачок это бачок для омывайки для того чтобы омывать стекла но здесь эта вся система не работает поэтому его можно использовать для того чтобы ходить по маленькому ну вот так им образом можно отливать наполнять его но потом сливать данная функция я думаю очень полезная в дороге в дальних путешествиях или в пробке где-то стоишь там километровый сайт захотелось а везде машины пассать негде берешь из машины выходишь у так открываешь типа ты тут чё-то чинишь а сам берешь у тортик ногу у таку об писать ну и как бы тебя никто не увидит и пиписьки крестьюнчиками тоже никто не заметит что по максимальной скорости и разгона до 100 но до сотки я думаю она разгонится секунд за 20 ну а максимально димон выжимал на этой тачке 60 километров в час это очень опасно но я думаю тоже рискнуть и мы сейчас на ней проедемся посмотрим на ходовые качества на шумоизоляцию если она тут есть оценим машину боевом ходу ну что ж прокатимся я к сожалению за руль этой машины не сяду по что я не знаю к ней подход не умею как бы управлять хотя я ездил до этого на опель корси на таких автомобилях я еще ни разу не катался поэтому за рулем димон он тут шарит знает как с какой стороны к ней подойти ну что ж заводи кобылку вообще с пол оборота ребятки надеюсь что это не последняя моя поездка в этой жизни 2 до сколько на спидометре а он не работает или работает о спидометр работает я в шоке 40 километров в час уже едем так спокойно впереди машина ты чудо бессмертный столь город потолок я смотрю обшит алькантарой звездное небо как лоус-ройсе дырочки вентиляция все есть вот козырьки вот даже задняя передача работают и а что это за звуки заглохла ухты а боком сможешь навалить ой что-то тут амортизации вообще почти нет бога нифига 60 километров валим по гаражам слушайте ребят ну я в шоке машина за пять тысяч как вы видите едет просто прекрасно ярик бачок пути конечно косяков тут очень много но тем не менее она едет это офигенно ребят я в шоке все теряда я выйду отсюда поскорее ну а теперь мы посмотрим на это все со стороны в общем что тут сказать ребят я в шоке от такой тачки за 5000 рублей едет принципе нормально конечно очень много недочетов тут кучу всего надо делать как минимум эту крутилку менять там и там к болты там подкрутить там это там это за 5000 ребят за 5000 рублей машина но это офигенная . чего я могу сказать на ней даже можно breakdance танцевать на крыше ну если стать у метро возле такой машины с рукой вот так то я думаю по-любому будут накидывать бабок просто увидят на чем человек ездит по-любому на жизнь подкинут как вы думаете почему тут лежит эта куча металлолома который кстати мы насобирали в помойках это все мы скоро будем сдавать металл как раз таки на этой машине я выпущу видосик где я покажу сколько я заработаю на металлоломе кстати тут металла мне кажется 1000 на 3 наверно большая часть машина купится этим металлоломом я решил рискнуть последней жизнью и проехаться на данном автомобиле в принципе дима мне объяснил как пользоваться данной коробкой передач как видите она расположена очень в неправильном месте она просто вот упирается мне в колено вот так первое вот так 2 мне больше скоростей не нужно бой тут такая коробка удроченная я не могу ой что-то отлетела а как ехать на ней это антиугон систему о я ее смог завести да ладно пошла родивая ребята офигеть я правда не вижу нихера надеюсь там впереди машин нет я еду 2 куда ее втыкать да все нахуй все ребят я поездил метров 10 проехал я думаю на этом закончим покатушки на данном автомобиле потому что ребят нервов у меня столько нет чтобы на ней проездить так надо димона вы свадьбе бить ну дим научит объясни как ей пользоваться понятно ну поехали я вот не вижу в лобовое вообще не мы едем хотя бы ну мы приехали последняя наша остановка это последняя остановка моей жизни на данном автомобиле но вот такой ребят автомобиль пушка гонка чё тут сказать за 5000 рублей чё вы хотели ну а сейчас он будет наваливать дима но я думаю конец это уже нашим гонкам или что это мне кажется еще чуть-чуть он посильнее бы газовал там бы еще что-то выпало вы видели шланг отвалился так еще десятку метров проехать там движок отвалится то есть в принципе для аки нормально но с вами был стребух расхититель помоечки если вы не видели обзор предыдущей машины opel corso которая была ну тоже дерьмо ну посмотрите его вот здесь также можете подписаться на мой канал на второй тоже канал это подпишитесь если будут еще какие-то машины на металлоприемки купленные то обязательно засниму обзор пока